Сегодняшняя проповедь, сегодняшний уааз отдалён больше как бы от наставлений в этой жизни, отдалён от действий этой жизни, а больше он идёт как рассказ, как описание Судного дня, того дня, о котором мы часто забываем, живя в этой жизни, забывается, как Всевышний Аллах в Судный день, он обязательно настанет, нет в этом сомнения, есть много описаний Судного дня, это мизан, весы, сират, вот этот вот мост, запрос, но сегодняшняя тема посвящена аш-шафаа, заступничество. На уаазе, иншаллах, мы расскажем о заступничестве пророка Мухаммада, а на хутбе продолжим уже, иншаллах, другие виды заступничества, которые будут в Судный день, уже не от пророка Мухаммада, а от других. Аллах описывает там положение Судного дня, каков он будет, воссф, описание. То есть какой-то будет страшный день, как будет страшно всем в этот день. Как Аллах в Кур'ане говорит, каждая беременная мама, беременная женщина родит от страха перед Аллахом, субхану ва-та'аля. Кормящая мать забудет о своем ребенке в этот день, забудет накормить его. Всевышний Аллах описывает. Говорит, в этот день дети посидеют от страха перед Всевышним Аллахом, субхану ва-та'аля. И в этот день, в этот Судный день, все люди будут нуждаться в заступничестве, будут искать, кто же за них будет заступаться в этот день перед Всевышним Аллахом, субхану ва-та'аля. И Всевышний Аллах, субхану ва-та'аля, напоминает нам и упоминает вот это заступничество в Кур'ане. Кто сможет заступиться в этот день, кроме как с позволения Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'аля. Никто. Только с позволения Всевышнего Аллаха. Также Аллах в Кур'ане говорит. В этот день, никому не поможет никакое заступничество, если на то не будет дозволения Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'аля, всемилостивого Аллаха. И довольство словам. И не сможет никто быть заступником за другого, если Всевышний Аллах этого не пожелает. И они полны трепета перед Аллахом, субхану ва-та'аля. Это просьба благого для другого. То есть кто-то будет обращаться к Аллаху, субхану ва-та'аля, с просьбой благого для кого-то другого. Не для себя, а для другого. Тем, кому Всевышний Аллах позволит, дозволит именно заступничество в этот день. И также есть, она делится, эта шафа, эта заступничество делится. Есть аш-шафа, аль-у-зма, аль-кубра, великое заступничество. Это то, которое Всевышний Аллах, субхану ва-та'аля, даст суд на день пророку Мухаммаду, саллиллаху алейкум. Когда будет тяжело стоять в этот день, когда солнце будет на расстоянии копья, и люди будут нуждаться, кто за них заступничником будет в этот день. Чтобы закончился уже этот день, чтобы их рассудили. И это великое заступничество будет дано пророку Мухаммаду, саллиллаху алейкум. Как приводится хадис в Бухаре, то, что пророк, саллиллаху алейкум, сказал, Всевышний Аллах дал мне пять вещей, которых не давал другим пророкам до меня. То есть пророк, саллиллаху алейкум, этим пяти качествами отличался от других пророков, от других посланников. То есть за месяц до того, когда были битвы при пророке Мухаммаду, за месяц Аллах вселял противнику страх в сердца. Аллах вселял страх за месяц, до того, как начиналась битва с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейкум. Всевышний Аллах дозволил мне трофеи, и до этого никому не дозволял. Всевышний Аллах сделал для меня землю, мечетью и чистой. То есть можно брать в любом месте, например, не обязательно, если настало время намаза, в любом месте можно остановиться, прочитать намаз. Если нету тахарата, нету воды, то есть оно чистое, можно взять таяммм. И сказал, и дал мне Аллах заступничество, даровал мне заступничество. И каждого пророка Аллах посылал определенному народу, а меня послал для всех людей. Потому что Аллах каждому из пророков давал какую-то дуа, то, что они хотят, с просьбой. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, выбрал именно Аллах. Равал имам Ахмад, Имам Ахмад приводит то, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, сидел рядом с сахабами, и спросил его один из сахабов, я, Расуль Аллах, о посланник Аллаха, не просил ли ты у Аллаха, власть, подобной власти, Сулеймана, засмеялся пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, после этого сказал, может быть, у вашего друга, то есть о себе говорит пророк Мухаммад, есть лучше то, что есть у Сулеймана, алейкум, потом он сказал, то есть что каждому из пророков Аллах дал что-то, то есть с какой-то просьбой приходили к Аллаху, кто-то выбирал из этой жизни, и Аллах им давал, кто-то из пророков эту дуа использовал против своего народа, когда они ослушались, и Аллах наказал их, и Аллах дал мне тоже выбор, какую-то дуа попросить у него, и я использовал, я что попросил, чтобы быть заступником за свою общину, в судный день, сказал пророк, саллиллаху алейкум, то, что великое заступничество в судный день, это только пророку Мухаммаду, а другие заступничества также будут у других пророков, у посланников, у ангелов, у шахидов. В сахихе Бухарии мусульм приводится хадив от Аби Хурейра, который приводится, сказал посланник Аллаха, я господин, я буду господин людей в судный день, вы знаете, что это означает? Всевышний Аллах, субханава та'аля, всех, те, которые были до нас, и которые будут до конца этой жизни, до судного дня, всех соберет в одном месте, в судный день, в махшар. И люди будут друг другу говорить, посмотрите, какое наше состояние, что нас настигло. Не поискать ли нам, не поискать ли вам того, кто будет заступником за нас перед Всевышним Аллахом. И скажут они друг другу, люди в судный день, идите к вашему отцу, к нашему отцу Адаму, алейхиссалям. Говорит, Пророк, придут к Адаму, алейхиссалям. И скажут, о Адам, ты отец всех людей, ты наш отец. Всевышний Аллах, он сам тебя сотворил, и вселил тебя в душу. И приказал ангелам делать тебе сажда, земной поклон, они поклонились, заступись за нас перед Всевышним Аллахом, субханава та'аля. Посмотри наше положение. Что нас настигло, посмотри. И скажет Адам, алейхиссалям, 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 Поистине мой творец, Аллах, субханава та'аля, в один из них сильно рассердился, до этого он так не сердился, не гневился, и после этого больше он так не будет гневиться. Он мне запретил запретный плод, я слушался его. Он скажет, Аллах, спаси меня, спаси меня, спаси меня, спаси меня. Идите к другому. Идите к Нуху, алейхиссалям. Пророк, саллаллаху, алейхиссалям, говорит, придут они к Нуху, алейхиссалям. Я говорю, Я Нух, анти аввали русуль, иля ахлил арб, и саммай к Аллаху, абдан шакура. Он, Нух, алейхиссалям. То есть, хаджа будет у них. У людей в сегодня день, у нас всех будет, как бы, вот этот хаджа. Придут к Нуху, алейхиссалям, скажут, Нух, я Нух, ты самый первый из посланников на этой земле. Аллах тебя назвал благодарным рабом. Заступись за нас перед Аллахом, субханава та'аля. Посмотри наше положение. Смотри в каком мы положении. То есть, судный день, тяжело будет стоять. У кого-то, кто-то будет, то есть, жарко будет, тяжело будет. Кому-то, кто-то потонет в своем поту, то есть, до колен. Или рухбатей, кто-то до колен, кто-то до плеч, до плеч. Ау или садри, кто-то до груди. Кто-то будет тонуть, захлебываться в своем поту, и страшно будет. Им нужно будет заступничество. И Нух, алейхиссалям, скажет, то, что Всевышний, Аллах, субханава та'аля, мой Господь, на меня разозлился, на меня рассиделся, до этого, он так не гневился никогда. И после этого, после меня, после моего случая, он больше так не рассердится. Мне Аллах дал дуа, и я это использовал против своего народа, проклятия. Навси, скажет Аллах, спаси меня, спаси меня. Навси, спаси меня, спаси меня. Идите к другому. Идите к Ибрахиму, алейхиссалям. Пророк, салалаллаху алейхиссалям, говорит, придут к Ибрахиму, алейхиссалям. Я кулун, я Ибрахим, скажет, о, Ибрахим, анта набию Аллаха, ты пророк Аллаха, ва халилууу, мин ахлил ард, и друг его, самый приближенный, кто есть на земле. Не видишь наше положение? Посмотри, как с нами, что с нами случилось? Сейчас судный день происходит. Салаллах, и я кул Ибрахим, сделай за нас заступничество перед Аллаху. Ибрахим, алейхиссалям, скажет, Всевышний Аллах, сгневился. До этого так он не гневился. И после этого моего случая больше он так не будет гневиться. Я за всю свою жизнь три раза обманул, сказал Ибрахим, алейхиссалям. Три раза обманул. Аллах, спаси меня, убереги меня, идите к другому. Ибрахим, алейхиссалям, в чем обманул. Эти обманы не было касательно его. То есть, чтобы за себя заступить или еще что-то там, обмануть кого-то. А это в чем был его обман? Первый обман, он будет упомянут, он будет упомянут этот обман, несмотря на то, что он приближенный друг Аллаха. И он назвал нас мусульманами до этого. И он был испытыван в этой жизни еще с детства. Он тот, у которого в сердце Единобожие было крепким, подобно крепости гор. И несмотря на это, он будет бояться, страшиться, то, что он обманул три раза в жизни, за всю свою жизнь. Если посмотреть, что это за обман, это даже не такой обман, а это как теория. Когда его народ хотел выйти на свой праздник и там делать вот эти вот идолопоклонничества, сказали ему, Ибрахим, пойдем с нами. А он что сказал? Я болею. Первый обман его. Я болею. Я болен. Он тут обманул. И он был молодым. Он был меньше 20 лет. Он боялся, что его силы возьмут. Или его ударят за это. Я болен. Второй обман. Когда он разбил идолы, потом пришел, вернулся его народ и сказали, кто это сделал с нашими идолами, с нашими богами? Поистине, он из залимин, он из престесняющих. Он из престесняющих. Мы слышали молодого мальчика, который упоминал их, зовут его Ибрахим. Они к нему подошли и сказали, один из городов, с ним была жена его Сара. Он зашел с своей женой Сара, и кто-то его увидел, из приближенных к правителю, и сказал, зашел один человек, мужчина с женщиной, очень красивая, и обращаясь к царю, говорит, она должна быть твоей. И когда пришли к нему к царе, чтобы забрать силы от него его супругу, Ибрахим, алейсалям, знал, что этот плохой, грешный правитель, если он кого-то, этот царь, этот правитель, видел из мужчин с красивой женщиной, женой, убивал мужа и забирал себе жену. И боялся он, что его убьют. Он сказал, о, Сара, никого здесь нет из мусульман, кроме меня и тебя. Ты моя сестра в исламе. Если тебя спросят обо мне, скажи, что я твой брат. А я скажу, что ты моя сестра. Когда его спросили, кто это, он сказал, это не супруга, а это моя сестра. Забрали ее к царю. Он счел это еще третьим обманом, третьей ложью. Когда ее завели к этому грешному правителю, он поднял руку на нее, она сказала, я прибегаю к Аллаху от тебя. И Аллах парализовал ее в руку. Не смог не может ей двигать. Он ей говорит, царь, попроси за меня дуа, чтобы Аллах дал мне шифа, и я тебя оставлю. Когда он второй раз поднял на нее руку, она опять повторила эти слова, я прибегаю к Аллаху от тебя, и Аллах опять парализовал его руку. Потом она попросила за него дуа, и ее отпустили. И сказал царь, вы мне пришли к шайтанам, сатаной, потом он ей подарил хаджар, дал ей в виде подарка. Вот эти три ложи, которые были от Ибрахима, алейсалям. Первая ложь это нусрату тавхид, чтобы помочь единобожию. Чтобы призывать к благому и отзывать от порицаемого. И третья ложь, это он обманул, чтобы защитить себя от смерти, защитить свою честь. Несмотря на это, он считает это ложью, и боялся, то, что он станет перед Всевышним Аллахом. И они перед ним, как бы, в его книге Писания, он увидит это. Что говорить, если на сегодняшний день много людей обманывают друг друга. берут в долг, не отдают, обманывают, не возвращают, сделки опрокидывают и так далее. Если человек будет обманывать этой жизнью, он запишется у Аллаха как обманщик, как лжец. сказал пророк Мухаммад, сказал пророк Мухаммад, верующий не может быть обманщиком. И мусульманин верующий, он никогда не обманывает. Почему? Потому что запрещает ему обману его иман, его богобоязненность, то, что Всевышний Аллах следит за ним. И обманщики, лжецы, они в судный день не преуспеют. Ибрахим уже боялся в этот судный день от этих трех лож. В этот день в жизни кто-то обманывает, забирает деньги, кушает, харам и так далее. Через обман не задумываемся, а Ибрахим в судный день будет бояться от этих трех лож. Придут они к Мусе алейхиссалям. Я кулун, я Муса. Скажет, о Мусе, анта Расулу Аллах, ты посланник Аллаха. Истофай к Аллаху бересалятых вабитаклимих аланнас. Аллах тебя выбрал с посланием и общался с тобой. Через тебя доводил слова. Ишфа аляна иля Раббик. Заступись за нас перед Аллахом. Аля тара иля ма нахну фих. Не видишь наше положение? Аля тара иля ма кад балагана. Смотри, что с нами случилось в этот день. Мусе алейхиссалям скажет, поистине Всевышний Аллах рассердился на меня. И до этого он так не сердился, не гневился. И после этого он больше не сможет так гневиться. Я убил душу человека. Аллах не велел меня, я убил. И скажет, нафси, 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 нафси. Аллах, спаси меня. Аллах, спаси меня. Идите к другому, идите к Иису, алейхиссалям. А как он убил Муса, как говорится в Коране, когда он зашел в город незамеченным жителями, то есть кто-то, может быть, из них спали, дневной сон был, видел, как двое между собой дерутся. Один из его группы был евреем, а второй был из группы врага, копт. И попросил у него помощи тот, кто из его группы. Муса, алейхиссалям, толкнул врага, тот упал и умер. Ударил его и умер. Он не хотел этого, алейхиссалям. Не убил его, мутааммеда, не целенаправленного убил. Так сложилось. И в это же время Муса, алейхиссалям, попросил у Аллаха прощения, покаялся, я притеснил сам себя. Прости меня. И Аллах простил его в Куране сказано. О, Аллах в знак благодарности тебе, в знак благодарности тебе за то, что ты привелил ко мне свою милость, я больше никогда не буду пособником для грешников, сказал Мусе, алейхиссалям. Вамя, икарфу, мин, в этом, в июме в киаме. Несмотря на аят, икарфу, бойет, бойет, суднадейн, якул, идхабу или гайри, идхабу или Айсас, скажет, идите к Айсас, алейхиссалям. Фаятуну Айсас, придут к Айсас, якулун, я Айсас, ой Айсас, анта, расулу Аллаха, ты пасланика Аллаха, И ты еще в Кадыбеле общался с людьми, заступи за нас сегодня, заступи за нас в судный день. Посмотри на наше положение. Мы нуждаемся в этом. Поистине Всевышний, Аллах сгневился на меня. До этого он так и не гневился, и после этого больше он так не будет гневиться. Идите к другому. Но он не упомянет своего греха. Идите к Мухаммаду. Подойдут ко мне. Все люди со времен Адама, до последнего, до суда дня, подойдут люди. Ты посланник Аллаха. Печать пророков. Аллах просил тебе все твои грехи, которые были, которые будут. Заступи за нас перед Аллахом. Посмотри наше положение. Посмотри наше положение, к чему мы пришли. Говорит пророков, я встану. Подойду под аршем, под трон Аллаха. И сделаю сажда Всевышнему Аллаху, земной поклон. Потом Аллах даст невозможно, что-то... Говорит так Аллаху, которому он не давал возможности до этого, никому. И скажут, Подними голову. Проси, я тебе дам. Делай заступничество, ты получишь его. Проси заступничество, ты получишь его. Заступайся. И скажут, О Аллах, моя община. Все будут говорить, спаси меня, спаси меня. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, скажет, Аллах, моя община. Моя община, скажет пророк Мухаммад, салаллаху алейкум. Скажет Аллах Субхану и Та'ля Завидись твои умы справа тех, которые зайдут в жанну первую очередь без расчета И пророк Мухаммад говорит Я клянусь тем, в чьих руках моя душа расстояние между дверями, между порогами джанната подобно тому, как расстояние между Меккой и Хаджар Или такое расстояние, как между Меккой и Бусра И пророк Салалаллах рассказывал своим сахабам то, что Аллах ему даровал, то, что не даровал другим пророкам И Аллах Субхану и Та'ля говорит, что у него есть Макам Махмуд Может быть, Аллах Субхану и Та'ля тебе дарует вот это Макам Махмуд Восхвалённое местоположение Манзиля И это Макам Махмуд Тот, который мы после каждого азана просим Аллаху Субхану и Та'ля, чтобы он даровал это пророку Мухаммаду Салаллаху Алейху Салам Это все, кто будут приходить, вот этот Макам Махмуд, пророку Мухаммаду Салаллаху Алейху Салам Судный день со времён Адама Алейху Салам до Судного дня И у каждого из этих людей был свой пророк, но все придут к посланию к Аллаху Салаллаху Алейху Салам И это великое шафа'а, великое заступничество пророка Мухаммада Салаллаху Алейху Салам И будет тоже другое заступничество, которое будет дано пророку Мухаммаду Салаллаху Алейху Салам Приводит имам Мусульм хадит, то что пророк Салаллаху Алейху Салам сказал Я подойду в Судный день перед дверью рая, перед дверью Джанна и буду простить дуа, чтобы они открылись Подойдут люди, Аллах Субхану Тааля уже всех рассудит людей, кому-то уже будет обещан рай, кого-то ведут в рай Подойдут к двери рая, но она будет закрыта, и пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Салам будет просить, чтобы её открыли Мне приказано именно тебе открыть, до тебя я еще никому не открывал эту дверь, и пророк Салаллаху Алейху Салам тот, кто первый откроет дверь Джанна И со всех умом, со всех общин никто не сможет зайти в рай, если пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Салам не попросит дуа, если он не сделает шафа И также одно из видов шафаа, заступничество, которое делал пророк Мухаммад Салаллаху Алейху Салам за своего дядю Абу Талиб В достоверном хадисе от Бухари приводится то, что Аббаса пришел к посланнику Аллаха Салаллаху Алейху Салам и сказал Сможешь ли ты чем-нибудь помочь своему дяде Абу Талибу Он злился, когда тебя обижали Он тебя защищал Пророк Салаллаху Алейху Салам сказал На него ему оденут сандалии, огненные башмаки, от которых будет кипеть его мозг, сказал пророк Салаллаху Алейху Салам И это самое легкое наказание в Джаханнаме будет, сказал пророк Салаллаху Алейху Салам Он был бы на самом глубине Джаханнама Он был бы в волнах огня Джаханнама, подобного волнам моря Я его оттуда вывел в малое количество огня И под его ноги положат два огненных уголька От этих угольков будет кипеть его мозги, сказал пророк Салаллаху Алейху Салам К Аллаху Субхану Алейху Салам прибегаем от огня, от наказания усудного дня И также заступничество пророка Салаллаху Алейху Салам будет людям из Алейху Салаллаху Алейху Салам Я пройду этот мост из посланников со своей умой И никто не будет говорить в этот день, кроме посланников Все будут бояться что-то сказать И будут слова, которые будут произносить посланники Аллах спаси, Аллаху береги И в Джаханнаме будут Калалиб То есть такие железные большие крючки Которым будут, когда люди переходят в Сарат Кого-то будут дергать и скидывать в Джаханнам Кто-то из них, из этих людей будет наказан Будет погублен из-за своих дел Кто-то из них будет ползти, там обжигаться И потом будет спасен И говорит посланник Аллаху Салаллаху Алейху Салам Потом выведут из Джаханнама того, кто говорил У него в сердце было хотя бы зернышко веры Потом говорит И они выведут из Джаханнама Каждого того, кто будет наказан в Джаханнаме Он будет обжигаться огнем Кроме мест Сажда Это наше лицо, наши ладони, наши колени, наши ноги Выйдут они из огня горячими То есть уже все превратившиеся в уголь, в уголек И они будут расти, будут восстанавливаться Подобно тому, как восстанавливается зернышко после сильного дождя Раваху Аль-Бухари И также заступничество Пророка Салаллаху Алейху Салам За тех людей, которые войдут в рай И он будет заступником, чтобы Аллах им дал высшую степень еще более высшей степень в раю. И подобно таким шафаатам, то есть у Пророка будет как только для него, никто больше не сможет таким образом быть заступником, как великое заступничество в Судный день, когда он будет говорить, и будут у него другие виды заступничества, которые Аллах даст и другим пророкам, и другим посланникам и ангелам. Помимо заступничества Пророка Мухаммада, будут другие заступничества. Сказал посланник Аллаха, когда люди после Судного дня пройдут через мост, и когда будут приходить, увидят своих братьев, которые будут падать в огонь, будут в джаханнаме, из их друзей, которые были в этой жизни. Ибо обратятся к Аллаху. Ихвананна, Ихвананна. Я Аллах, наши братья там, наши братья там. Они вместе с нами молились. Мы вместе с ними постелись, вместе ифтар делали, вместе на хаджи были. Я Раб, Ихвананна. О Аллах, наших братьев, спаси их. И они будут делать шафа'а, заступничество, за своих друзей, за своих братьев, которые упадут в огонь, те приближённые люди, которые были с ними в Дуне. Аллах скажет им, Идите, И выведите из огня, из наказания Джаханнама, у кого в сердце было спылинки веры. И обитатели рая пойдут. И будут выводить их, вытаскивать оттуда. Потом вернуться к Аллаху. И будут говорить, Аллах, Господь наш. Еще там остались наши братья, еще они там остались. Еще остались. Аллах скажет, Выведите из огня, из Джаханнама, у кого в сердце было меньше, чем спылинки веры. Придут и будут выводить их, своих друзей из Джаханнама. Потом придут к Аллаху. О Аллах, Субхану Талли, еще остались там. Уже меньше, чем спылинки веры. Еще остались там наши братья. И Аллах милосердно, милостью выскажет, Выведите оттуда тех, у которых в сердце было меньше, и еще более меньше пылинки веры. Они выведут оттуда, вытащат их оттуда. Опять скажет, Ихванана, еще остались там наши братья. Уже меньше, два раза меньше спылинки веры. Еще остались люди. Аллах скажет, Выведите из огня, кто говорил, И вытащит их из огня. То есть они их вытащат, тех последних людей, которые говорили, Ла иляхи для Аллах. После этого, все уже, кого еще вывозить оттуда? Последней степени, кто хотя бы, Ла иляхи для Аллах сказал? И Аллах скажет, Проявили заступничество пророки. Проявили заступничество посланники. Верующие сделали шафа тоже. Ангелы проявили заступничество. И не осталось ничего, кроме как милость, самого милостива Аллаха. После этого Аллах выведет сам из огня, кого пожелает из тех, которые ни разу не делал Аллаху ширк, которые не предавал Аллаху с товарищей. И наш Господь Аллах, Он более милостив к нам, чем наши мамы. Чем наши отцы к нам милостивы. Аллах к нам более милостивы. Ихванин наших братьев. И более милостив к нам, чем те братья, которые вытаскивали своих друзей, своих братьев. И когда уже увидели, что никаких больше у них благих дел нету, Аллах своей милостью кого пожелает, из единобожников вытащит. Имам Хасан Басри говорил своим ученикам, если вы зайдете в рай, и не застанете меня там, не увидите. Я ваш был преподавателем. Вы зайдете в рай, вы меня там не увидите. Спросите вашего Аллаха, вашего Господа обо мне. Сделайте за меня шафа. Также, что может быть заступничным в судный день, в этот страшный день. Как приводится хадит Муслим. Это Кур'ан. Сказал пророк, читайте Кур'ан. Он будет в судный день заступником за всех, кто с ним дружил. Заключите договор с Кур'аном. Кто, кто дружил по Кур'ану, жил, читал его, он будет заступником за него в судный день. И также из заступников это шахиды. Как приводит Абу-Давуд, сказал салаллаху алейхи ва салам, я шафау шахиду фи сабринамин ахли бейты. Один шахид будет заступником за 70 своих родственников. И также из заступников пророки, ученые. Как приводится у Ибна-Маджи ва бейхаки, сказал салаллаху алейхи ва салам, в судный день три вида людей будут заступниками. Аль-Анби-Я, пророки, сумма л-улама, после ученые, сумма аш-шухада, после этого шахиды. И также заступниками будут верующие люди. Как приводится у Тирмиди, пророк салаллаху алейхи ва салам сказал, будет из моей общины те, которые будут заступниками для какого-то джама'ата, для группы людей. Из людей, из верующих, будет тот, кто будет заступником за какой-то клан. Кто-то будет заступником за несколько людей. И будет из верующих такие заступники, которые будут заступниками хотя бы за одного человека. После этого Аллах, Субханава Та'ля, ведет его в рай. И также заступниками Судный День будут дети за своих отцов, сыновья за своих отцов. Приходил к посланнику Аллаха, один из сахабов, со своим сыном. И этот сахаба очень сильно любил своего сына. Когда он уже перестал приходить к пророку, тогда спросил о нем пророку Мухаммаду, сказали сахабы, что его сын умер. Он сказал, что я, Расулли Аллах, мать о володе? И пророку Мухаммаду, отцу этого мальчика, сказал, Хочешь, чтобы в Судный День ты пришел в любую дверь жанната, рая, и он будет твой сын тебя ждать? Он сказал, посланник Аллаха, да, конечно, я хочу этого. Он сказал, что это для тебя, так оно будет, сказал пророку Мухаммаду. Он сказал, что я, Расулли Аллах, это только для него или для нас всех? Он сказал, что для вас всех, сказал пророку Мухаммаду. И так же, когда дети будут делать заступничество за своих родителей, чтобы Аллах дал им, тем родителям, которые зайдут в рай, дал им еще более в высшую степень в жанна. То, что в Судный День в жаннате, когда уже человек зайдет в жанна, и он будет видеть, как он будет подниматься на высшую степень жанната, и скажет, о, Аллах, откуда это? Откуда это у меня, что я поднимаюсь все выше и выше на степень жанна? Это то, что твой ребенок за тебя делает истегфар. А твой сын тебя не забыл, он просил за тебя истегфар. Также из шафаа, это пост. Пост будет, наши посты, это будет шафаа, это будет заступничный судный день. Как приводится у имама Ахмад. Они будут заступниками за гробов в Судный День. И последнее, это Аль-Мусаллун. Это молящиеся люди за мертвого человека, кто читал салату Аль-Джаназа. Как приводится у имама Ахмада. Если кто-то умер, из-за него читает джаназа 100 верующих, а в другом ревайте 40 верующих. И если они будут просить за него заступничество, Аллах даст им заступничество за этого покойника. Потому что во время салату Аль-Джаназа делается истегфар за умершего человека. Верующие братья, буквально, коротко. Тот, кто хочет заступничество пророка Мухаммада салаллаху алейхимусалям в Судный День, что нужно делать? Пророк салаллаху алейхимусалям. Все мы хотим заступничество посланника Аллаха салаллаху алейхимусалям. Этот день, может быть, для кого-то сегодня наступит разлука с этой дунией, для кого-то завтра и так далее. То, кто хочет заступничество посланника Аллаха салаллаху алейхимусалям, первое, фальюкфир минас салати алейхимусалям. Пускай делает много салават за пророка Мухаммада салаллаху алейхимусалям. Каля салаллаху алейхимусалям, инна овленна сиби ай бишафа'ати ли яумал кияма акфарум алейхимусалятен. Раваху аль-Тирмиди. Мам Тирмиди приводит риваят. То, кто самый первый, за кого я буду заступником в Судный День, это тот, кто за меня больше делал салават, сказал пророк салаллаху алейхимусалям. И когда Муазин говорит азан, повторяйте за ним, а когда он закончит, говорите салават за меня. И тот, кто за меня делает один салават, Аллах Субхану Аталия за него делает десять салаватов. И после этого просите у Аллаха за меня Василе, после азана, это макам аль-Махмуд, степень в раю. Кто, кто будет это просить, ему будет халал, майор шафа'ат, сказал пророк салаллаху алейхимусалям. И также шафа'а, одна из причин, чтобы пророк салаллаху алейхимусалям был заступником в Судный День, это больше читать салаллаху алейхимусалям. Рабиа бен Кааб был мальчиком, и он помогал делать тахарат, приносил воду пророку Мухаммаду салаллаху алейхимусалям. «Я прошу, чтобы ты был со мной соседом в раю». В другом реваяте «Я прошу, чтобы ты был заступником за меня в Судный День». «Помоги себе, делай побольше сажда», сказал пророк салаллаху алейхимусалям. «Ва мин асбаби нейли шафа'а, салаллаху алейхимусалям, казал хаджата ль мусульмин». И также очень важно, то, что из асбаб, то, что мы получили шафа'а пророка Мухаммада салаллаху алейхимусалям, это помогать верующим мусульманам. Кого-то, например, подвезти в машину, нету, довезти до дома, там помочь что-то. Кто-то факир просит помочь ему и так далее. Сказал пророк салаллаху алейхимусалям, «Мен кадали ахихи хаджатан кунту ваақифан инда мизаних». Тот, кто поможет хаджат, у кого-то нужда есть, или поможет своему брату, то в Судный День я буду стоять рядом, около его весов. В Судный День. Если его благие дела будут больше, он зайдет в рай, а если нет, то я заступлюсь за него, сказал пророк салаллаху алейхимусалям, также из шафаата пророка Мухаммада салаллаху алейхи салам, это братство ради Аллаха, любовь друг к другу ради Аллаха. Рава Абу-Наим, анна-набиев салаллаху алейхи салам, قال, «Ана шафи'ан лекулли раджулейни, итта хаяфиллахи, мин маба'афи илла яумин кияма». Просадник Аллаха салаллаху алейхи салам сказал, «Я буду заступником за двоих». Это те, кто дружили ради моего удовольствия в Судный День. Я буду заступником за них. Это те, кто дружили и любили себя друг друга ради Аллаха со времен моего пророчества до Судного Дня. И последнее, то, что из причин, чтобы нам получить заступничество в Судный День от пророка Мухаммада салаллаху алейхи салам, это мухалата тул ахьяр вассалихин. Это больше находить, проводить время с благими людьми, с верующими, с молящимися, иншаллах. Самое малое, что можно хотя бы познакомиться. Имам Хасан Аль-Басри прочитал слова Аллаха, Кур'ан. Описание людей, которые будут в джихонном. Описание, как они будут там в огне, как они будут наказываться. В Кур'ане приводится аят. Обитатели ада будут говорить, плакать и рыдать. Нету за нас заступников. Нету и у нас нету друзей, близкого друга нет. И тот, кто будет в раю, обращаться будет к Аллаху, и спрашивать, что случилось с тем моим другом, который всегда был при жизни со мной. Где он? Я его не вижу в раю. Аллах скажет, он в огне. Он наказывается джаханнами. Скажет, о Господь мой. О Аллах, я полностью не могу насладиться раем, если моего друга рядом со мной здесь нет. Как я вспомню, что он наказывается в огне, мне тяжело на душе. И Аллах прикажет, своей щедростью, своей милостью, чтобы ангелы вытащили этого его друга из огня и вели в рай. И те, кто будет обитателем Ады, скажут, кто за него заступничество сделал? Кто за него заступился? Абуху шахид. Его отец шахид. Фаюкалю ла. Скажут, нет. Ахуху шахид. Его брат шахид. Фаюкалю ла. Нет. Ибнуху шахид. Его сын может быть шахид. Фаюкалю ла. Нет. Фаюкалю ахлин нар. Фа ман шафа ла. Кто же ему помог? Кто за него заступничество сделал? И в это время заплачут, будут рыдать обитатели Ады и скажут У нас нету заступников и нету близкого друга. Если бы Аллах дал нам осрочку, если бы Аллах дал нам еще раз вернуться в жизнь, в Дунья мы были бы из благородных, из верующих людей. Просим Аллаха, чтобы дал нам заступничество пророка Мухаммада в судный день, чтобы дал нам самим возможность заступаться за наших близких братьев, друзей, иншаллах. Как Аллах нас вместе собрал в этой мечети, чтобы всех нас вместе с нашими супругами, родителями, братьями, сестрами, нашими детьми собрал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова